Усим, добрый вечер, 15-го червида. Сегодня будем препарировать ягоду жимолости. Пока я буду рассказывать предысторию, можно полюбоваться на оставшиеся ягоды голубого сокровища. Так вот, в последнее время меня достаточно часто спрашивают, как определить, созрела ягода жимолости или еще нет. Вкус – параметр очень индивидуальный и субъективный. И вот недавно один из моих постоянных подписчиков написал, что Боб Борс, канадский селекционер жимолости, который автор таких сортов, как Beast, Beauty и Blizzard, рекомендовал разрезать ягоду и посмотреть, что внутри. Если есть зелень внутри, значит ягода еще и созрела. У созревшей ягоды зелени внутри быть не должно. Эта мысль мне очень понравилась. Я сегодня насобирал 11 разных сортов. То, что уже осталось от сбора. Причем ягоды разной величины, разного размера. То, что попадалось под руками. Вооружился канцелярским ножом. Ну и, собственно, провел операцию. Дальше можно будет посмотреть на результат. Заодно сравнить размеры ягод разных сортов. Вот сейчас будет общий вид. Целая ягода и ягода разрезанная. Единственное, у восторга удалось найти всего одну ягодку. Поэтому она будет в разрезах. Итак, сорт Хониби. Зеленца внутри присутствует. То есть, получается, созрел не совсем. Марена. Зеленого нету. То есть ягода созревшая. Клубичная сенсация. Очень много зеленого. Еще не дозрела. Бореал Бьюти. Наполовину. Половина красненькая, половина зелененькая. Близзард созрел полностью. Бореал Бист совсем зеленый. Или, может, попалась именно такая ягода. Чулымская. Ну, тоже есть зеленца. То есть, еще не совсем созрела. Хотя ягода, в общем-то, ранняя. Зенри готова полностью. Она и самая первая начала окрашиваться. Восторг зеленый. Это, скорее всего, что попалась такая ягода, которая осталась на кусту. Голубое сокровище. Ну, почти готово. Почти. Аврора. Еще зеленая. То есть, надо подождать. Вот такие результаты. Каждый может посмотреть у себя. И, если понравится, использовать этот метод. То есть, надо подождать. 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 Субтитры создавал DimaTorzok